Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность включает в себя такие виды занятий, как профессионально-прикладная физическая культура, направленная на развитие физических качеств, которые помогут овладеть будущей профессией или будут необходимы в процессе трудовой деятельности. Военно-прикладная физическая культура, предполагающая развитие различных личностных и физических качеств, необходимых для людей военных профессий. Адаптивная физическая культура, применяемая для восстановления нарушенных функций организма и социализации людей, имеющих такие нарушения. Лечебная физическая культура, направленная на оздоровление организма и повышение качества жизни жизненного тонуса. Целями прикладного направления физической культуры является подготовка к выбранной профессии, повышение качества жизни, улучшение здоровья. Цель кв Поскольку перед вами стоит серьезный вопрос выбора профессии, рассмотрим подробнее профессионально-прикладной вид физической подготовки. Системы физических упражнений, направленные на подготовку ребенка к будущей трудовой деятельности, существовали с древних времен. Но если в древнем мире применялся преимущественно физический труд, то сейчас мы можем говорить о присутствии в нашей жизни труда умственного, физического и смешанного. С умственным трудом связана работа ученых, людей творческих профессий, финансовых работников и многое другое. С физическим трудом связаны практически все рабочие профессии. К тому же виду труда относится и профессиональная спортивная деятельность. Специалистами смешанного вида труда являются выпускники средних специальных учебных заведений. В будущем представители таких профессий, как учителя начальных классов, воспитатели детских садов, медсестры и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Условия труда специалистов разных профессий имеют свою специфику и требуют определенной физической, психологической и умственной подготовки. Так, например, космонавт, прежде чем отправиться в полет, проходит физподготовку на специальных тренажерах, укрепляющий вестибулярный аппарат, подготавливающих к состоянию невесомости. Качествами, незаменимыми для водителей, особенно грузовых машин, является выносливость, сила, в том числе мышцы рук и плечевого пояса, реакция, быстрота и точность движения, умение ориентироваться в пространстве. Будущему монтажнику-высотнику необходимо развивать вестибулярный аппарат, силу мышц рук и ног, способность сохранять равновесие на ограниченной опоре. Для этого полезно будет выполнять такие упражнения, как прыжки из разных исходных положений, лазанья по канату и прочее. Шахтер должен обладать такими качествами, как выносливость, гибкость, ловкость, а также тренировать способность долго находиться в одном положении и передвигаться в полуприседе на животе. Продолжение следует развивать координацию и точность движения рук, быстроту двигательных реакций, ловкость, память, способность быстро переключать внимание, работать в условиях эмоционального напряжения. Подводя итог, можно сказать, что целями профессионально-прикладной физической подготовки учащихся является овладение знаниями о будущей профессии, формирование двигательных умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой деятельности, развитие физических и психических качеств, которые позволят быстрее овладеть профессией, развитие физической подготовки учащихся является